Лучших в своей профессии в течение двух дней выявляли среди молодых энергетиков в Иркутске, в столице региона. Прошел финальный этап программы «Моя карьера 2.0». Этот корпоративный проект компании «Энплюс Групп» объединил самых перспективных специалистов энергопредприятий из разных городов региона и страны. Молодые сотрудники представили на суд жюри свои идеи по самым разным темам. Среди них развитие городов, экология, охрана труда, цифровизация. Авторы лучших проектов получат возможность пройти углубленные профессиональные стажировки, которые в дальнейшем помогут начинающим специалистам продвинуться по карьерной лестнице в энергохолдинге. Именно вот этой очной встречи здесь ждал почти что два года, ну с момента начала вебинара все такое. Если они будут проводиться хотя бы раз в полгода и меня будут приглашать, их молодого специалиста, я вообще буду счастлив. Как бы чем чаще, тем лучше. Для нас, конечно, это крайне полезный проект. Потому что помимо вот этих всех производственных задач, конкурсов, мы общаемся именно с тем поколением, кто сегодня уже на предприятиях и кто через 5, 10 или 15 лет станет у руля компании. Поиск талантливой молодежи для развития предприятия – одно из направлений кадровой политики энергохолдинга. Ее основные принципы заложил основатель компании, общественный деятель Олег Дерипаско. Программа «Моя карьера» – это возможность для начинающих энергетиков проявить свои знания и лидерские качества. В итоге жюри выбрало 30 сотрудников, которые проявили себя ярче остальных. Трое лучших получили возможность попасть на бизнес-завтрак с ведущими экспертами энергетического бизнеса. Мне понравилась одна группа, которые сказали и выразили желание самостоятельно что-то делать и менять. Никогда им уже ставили вопросы и предлагали, а вы будете, не будете участвовать. Они изначально вышли с идеей, что они готовы быть лидерами этих проектов и участвовать в изменениях. Мне кажется, это очень важная личная позиция.